Премьерный показ спектакля «Никто не поверит» театра «Воскресенье» прошел во дворце детского и юношеского творчества. Актеры в очередной раз удивили зрителей необычной постановкой и яркой игрой. Подробности у Марии Лапчевой. Они готовились к этому целый год. И вот премьера и полный зал зрителей. Свой пятилетний юбилей театр «Воскресенье» отметил спектаклем «Никто не поверит». Кстати, тоже пятым по счету. В основе лежит история, придуманная 20 лет назад шведским писателем Яном Экхальмом. Тема глубокая, совсем не детская. У меня дети, они подростки. Их это то, что здесь поднимается, их очень волнует. Свобода человека. Потому что вы же знаете, что дети, они сначала хотят быть свободны от школы, от родителей. Взрослые хотят быть свободны от начальства и так далее. Вечная тема. Главный герой – лисенок по имени Людвиг Четырнадцатый. Он живет в лесу вместе со своей большой семьей. Но чувствует себя там очень одиноко. И в семье, и в лесу, да и вообще в жизни. Актера на главную роль искали долго. Десятилетний Андрей Челенко признается. Он понимает своего героя, ведь быть не как все очень непросто. Он решил, что он хочет быть не как все лисы. Все лисы хитрят, а он хотел, чтобы одну правду говорить. Вот он убежал оттуда. Своё счастье Людвиг отправляется искать к людям. Там встречается плёнка по имени Тута Карлсон и влюбляется в неё. Их путь полон трудностей и препятствий. Но заканчивается всё хэппи-эндом. Это же сказка. Сейчас актёры театра «Воскресенье» отправляются с этим спектаклем на гастроли. И очень надеются, что он найдёт отклик в сердцах зрителей. Мария Лапочева, Дмитрий Родзянко. Телеканал ЛРТ. Дмитрий Родзянко.